Мажор, один из самых значимых турниров по CSGO, который проходит два раза в год. Для многих команд это возможность проявить себя, заявить о себе, а также увековечить название своей команды и свой никнейм в истории CSGO по средству стикеров. Но для топ команд данный турнир уже давно является обычным турниром, на котором можно просто заработать полмиллиона долларов и получить статус победителя Мажора. По сути все, это то, чем является Мажор нынче для топ команд. Да, для мелких команд по типу ТИР 2-3 уровня данный турнир остается значимым, ну и как я говорил до этого, можно заявить о себе. Но так ли это было всегда, как начинался Мажор изначально? Сегодня мы также об этом поговорим. Ну что же, ребят, присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. 16 сентября 2013 года в UEFA заключили партнерство с DreamHack и тем самым у нас появился первый Мажор в истории, DreamHack Winter 2013 года. Призовый фонд турнира составил 250 тысяч долларов, что он в тот момент был очень весомым призовым фондом, поскольку средний призовый фонд тогдашних турниров составлял 20 или 30 тысяч долларов. После того, как приделся призовый фонд, остался приделиться с участниками. Так как это был первый все-таки Мажор, то организации решили 9 команд пригласить и остальные слоты уже разыграть на различных турнирах. В начале ноября уже огласили полный список команд, которые были приглашены в этот список вашей НИП, Вери Геймс, Комплексити, Австана Драгонс, НИФАКУЛЬТИ, ЭСК ГЕМИНГ, КЛАН МИСТИК, ФНАТИК и АЙВАЙ ПАВАР. Также через какое-то время к этому списку добавилось еще 7 команд, которые прошли через открытые квалификации или выиграли свой слот на каком-либо из турниров. В эти 7 команд ушли Копенгаген Вулс, НАТО СВИНСЕР, ЛГБ, РИЗН, РЕКУРСИВ, ХАПСО и ЮНИВЕРСАЛ СОЛДЕРС. После чего команда поделилась на 4 группы, из групп выходил по 2 команды в плей-офф. И данная система проживет еще следующих 3 года, пока на смену ей не придет швейцарская система, которая была применена впервые на Мажоре в Атланте 2017 года. Но об этом чуть позже. Итак, плей-офф у нас заканчивается и в финале у нас встречаются 2 шведские команды, это NIP, которые доминирули почти весь сезон 2014 года и являлись фаворитами данного турнира, и Fnatic, которые также показывали неплохой результат. В будущем команды также пару раз еще встретятся во финале Мажора. Но первыми счет этих встреч открыли Fnatic, выиграв данный Мажор, а также тем самым выиграли самый первый Мажор в истории CSGO. Следующим Мажором стал ESL Котовица. Собственно, ESL проводили турнир, и Valve также им помогли, как и DreamHack'у, и тем самым фонд опять был 250 тысяч долларов. Также это первый Мажор, когда у нас появились стикеры, с которых команды имели также 50% денег. Итак, как в этот раз уже проходил турнир? В этот раз уже из прошлого Мажора взяли топ-8 команд, которые прошли в плей-офф, их изначально пригласили, и остальные 8 слотов разыгрывали в открытых квалификациях. Система, как я говорил, осталась та же, групповая. Собственно, 4 группы, по 4 команды, 2 проходят в плей-офф. На тот момент Титаны считались фаворитами турнира, и многие ставили, что именно они выиграют этот турнир. Но каково было удивление всех, когда Титаны даже не смогли выйти из своей группы и закончили свое выступление. Нипы также считались неплохой командой, и на них ставили люди. Ну и также Virtus.pro, именно уже тогда это были поляки. На них тоже возлагали большую надежду, поскольку турнир проходил больше. Соответственно, в финале встретились две команды Нип и Virtus.pro, которые без проблем прошли в финал. И в финале побеждает команда Virtus.pro. Болельщики были в восторге, Нипы же во второй раз остаются в шаге от победы. И это не последний раз, когда Нип будут в подобной ситуации. Начиная с клаунжа и до 2016 года, кардинальных изменений в проведении турнира больше не было. Было только небольшие изменения в маппуле. Обычно в начале года убиралась одна карта на переработку, и за место нее вставала та карта, которую уже соответственно переработали. Но помимо этого всего, на мажоры проходили новые команды, а также новые игроки, которые в будущем становились более знаменитыми. Ну и также, да, нельзя не отметить скандальные моменты того же DreamHack 2014 года, где до его начала был дискульсер наш две команды, поскольку в обеих этих французских командах были читеры. Одна из команд была Пселон, вторая была Титаны. В Титанах исключили их из-за Киоли, который пушил Вагбан, а в Пселонах этим отличился СФ. Соответственно, два слота, оставшиеся на мажор, разыгрывали на одном из шведских турниров. Но это был не единственный скандал на этом турнире. Также на этом турнире отличились Фнатик на карте Оверпасс. Проигрывая французскому составу LDLC за счетом 13-3, они применили буст, всеми знаменитый на Оверпассе, который давал неплохое преимущество, и за счет этого буста они смогли выиграть эту карту. Но после этого LDLC подали протест против Фнатик, и администрация турнира приняла решение о том, чтобы переиграть уже со счета 13-3 эту игру, но Фнатики отказались, поскольку с такого счета камбэкать было очень и очень сложно. Пусть это был старый Оверпасс. По итогу LDLC встретились с Нипами в финале. Да, я не озвучил результаты Калаунжа. Нипы тогда выиграли Калаунж. Это была их первая и единственная пока что победа на мажоре. И вот они снова в шаге от второй победы на мажоре. Но, к сожалению, в этот раз французы оказались сильнее. Также стоит отметить то, что в 2014 и в 2015 году мажоры проводились 3 раза в год. Начиная с 2016 года мажоры стали проходить только 2 раза в год, но призовой фонд на мажоре стал уже миллион долларов, что в принципе неплохо, но в том же 2015 году турнир по Dota International набрал аж 18 миллионов долларов призового фонда. И на данный момент это пока что последние изменения в призовом фонде. К сожалению, Valve никак не хочет увеличивать, даже посредством какого-нибудь компендиума, как в Dota 2. Хотя, казалось бы, Valve владеет правами на обе эти игры, но почему-то Dota не отдают больше предпочтений, нежели CSGO. Хотя CSGO все-таки местами зрелищнее, чем Dota, и ее более интересно смотреть. Но это опять же дело Valve. В 2017 году, как я сказал, у нас поменялась система проведения турниров. На замену групповой стадии у нас пришла швейцарская система, а именно 16 команд играют между собой, и уже в зависимости от счета они продолжают играть по этой системе. Тем самым у команд появляется больше шансов пройти в основную стадию мажора, и не появляется такого варианта, что ты попадаешь в группу смерти, где у тебя играют в основном очень сильные оппоненты топ-уровня, которых ты навряд ли обыграешь. Также частично эта система убирала рулетку в виде бестов один в группе, где ты мог проиграть, к примеру, слабой команде, и отправиться в сетку лозеров своей группы, где-то можешь встретиться, к примеру, с сильным оппонентом, который также проиграл своему какому-то слабому оппоненту. Начиная с 2018 года, также поменялась челленджер стадия, в которой теперь все команды, которые принимают в ней участие, получали стикеры, а также челленджер часть приравняли к стадии мажора. До этого стикеры можно было получить в основном только, если ваша команда прошла в основную стадию мажора. На этом кардинальные изменения мажора заканчиваются, точнее, в его проведении. В 2019 году у нас появились виверпассы у игроков обычных, у которых появились простенькие задания, сделать там предикшн, посмотреть игру, и тем самым можно было получить сувенирный набор. До этого они падали просто при просмотре игры, рандомно соответственно, и за счет этого люди обузили этот момент, и пытались там на нескольких аккаунтах сразу просматривать мажор, и тем самым получать больше кейсов, и фармить за счет даже этого деньги. Сейчас же единственный способ получить сувенирный кейс, это купить виверпасс. Но, на самом деле, я не понимаю, почему Valve не сделают обычный какой-нибудь компендиум с различными плюшками для обычных игроков, и тем самым часть от этого компендиума пойдет в призовой фонд, как в Dota 2. Ведь идет 2019 год, а призовой на мажор как был миллион долларов, так он и остался. В Dota уже 30 миллионов долларов собрал 9-й International. Множество других игр проводят многомиллионные турниры, но в CSGO призовый фонд не меняется. К чему я говорю про призовый фонд? А к тому, что если взять человека, который не знаком ни с Dota, ни с CS, и сказать, что в Dota проводится турнир на 30 миллионов долларов, а в CSGO он всего лишь на миллион, он пойдет смотреть, естественно, турнир по Dota 2, потому что там разыгрываются аж 30 миллионов, что его заинтересует, поскольку призовый фонд довольно внушительный, и это интересно посмотреть, почему столько разыгрываются, и что это вообще за игра. В CSGO уже такой рекламы, по сути, нету игры. Хотя киберспорт это единственное в CSGO, что есть хорошего, ничего другого в ней в принципе нету, и даже играть в нее лучше не стоит. Просто лучше смотреть турниры и не более. К тому же прошли те времена, как в 2014 году, когда появился все-таки первый мажор по CS, и когда призовые фонды турниров там максимум достигали 50 тысяч долларов. Сейчас же турниры проводятся уже на полмиллиона долларов, на 300-400 тысяч долларов. Да, это не как мажор на миллион, но уровень подобных турниров сейчас такой же, как и на мажоре. Не хватает только стикеров, да и призового фонда в миллион. На этом все, ребят, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорых встреч, пока-пока, и удачи вам.